Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале exeget.ru. И сейчас мы с вами поговорим о мессианских пророчествах в книге пророка Захария. На самом деле мы уже говорили об этих пророчествах, и мы продолжим. Итак, мы начнем с пророчества, которое находится в 11 главе с 12 по 13 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, бросив церковное хранилище, высокая цена, в которой они ценили меня, и взял 30 серебряников и бросил дом Господний для горшечника». Вроде бы знакомо. Вроде бы мы это уже слышали. Конечно, мы слышали, потому что это очень похоже на тот текст, который читается в Евангелиях. И здесь идет речь о продаже Иисуса Христа, о том, что Иуда взял эти деньги, эти деньги он бросил в храме, эти деньги не стали обратно класть в казну, и на эти деньги купили поле некого горшечника, которое потом было предназначено для похорон странников. Ну, то есть тех, кто путешествовал, пилигримов, а потом они умерли, их надо было хоронить. Но здесь немножечко по-другому. Давайте сначала растолкуем, как это сказано в книге пророка Захарии, и потом попробуем объяснить, почему есть разница между Захарией и Евангелиями. Итак, Бог через пророка обращается к народу и задает ему вопрос. «Сколько вы мне заплатите?» То есть я работал, и теперь я хочу получить плату за свою работу. «Сколько вы мне заплатите?» И народ отвечает, мы тебе заплатим 30 шекелей, 30 серебряников, 30 шекелей. Много это? Ну, конечно, если сразу дать, это много. Но Бог уже тысячу лет заботится о евреях, и получается, что 30 шекелей – это вообще копейки. Это там даже просто мелочь. И тогда Бог говорит, ну, типа, я не буду это брать. Выбрось, брось эти деньги. И почему? Потому что это деньги горшечника. То есть сколько вы мне заплатили? Вы мне заплатили как горшечнику. Тогда посуда в основном была глиняная, посуду много делали, посуда часто билась, и поэтому было много горшечников. Из-за того, что было много горшечников, много работы, цены были не очень высокие. И получается, что Бога люди оценили, ему дали зарплату, как горшечнику. Ну, если бы мы сейчас сказали, ну, я не знаю, там, дворнику, без обид тем, кто работает дворниками, ну, вот как бы минималку. Вот о чем речь в Захарии. Евангелист берет этот текст и его перестраивает. Здесь уже не идет речь о том, что Бог требует плату, а это плата Бога. Здесь эта плата не оценивается как плата для горшечника. Эта плата становится как плата за землю горшечника. Почему? Для нас сейчас очень важно верно процитировать. Кавычки открыли, процитировали, кавычки закрыли, дали ссылочку. В древности все-таки было не так. Главное было не ссылку дать, а передать смысл текста. И евангелист, взяв этот текст из Захарии, который был там всем известен, он его пересказал, немножко изменив, чтобы это соответствовало тому, что происходило с Иисусом Христом. Обратите внимание, кстати, что интересно, кто здесь говорит? Здесь говорит Бог. И как бы это намек на то, что Иисус Христос это Бог, воплощенный Бог. Хорошо. Идемте дальше. Следующий отрывок находится в 12-й главе, в 10-м стихе. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодать и умиление, и невозряд на него, которые пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Дальше рассказывается о том, как будут все рыдать, рыдать о Христе. И о чем здесь пророчество? Понятно, что здесь пророчество о излиянии святого духа. Но тут, кстати, хочется такой вопрос задать. Подождите, а ведь здесь речь идет о том, что святой дух сойдет на дом Давидова и на жителей Иерусалима. А на нас сойдет ли святой дух? Сойдет. Здесь нужно понять следующее. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы понимаем, что он все-таки такой евреоцентричный. История постоянно про евреев. Завет заключается с евреями. Цари еврейские. Если упоминаются какие-то внешние цари, кратенько. Пророчество тоже о евреях. Почему так? Давайте здесь разберемся. Бог посылает пророка. Пророк всегда говорит в привязке с настоящим. Пускай это будет через много-много веков. Но если сказано, что на жителей Иерусалима сойдет святой дух, пускай это будет через много веков. Но жители Иерусалима могут быть спокойны. Мы не умрем, мы не погибнем. Потому что на наших потомках будет святой дух. И как бы это успокаивает, утешает. Поэтому, когда здесь речь идет о жителях Иерусалима, это понятно. Потому что жители Иерусалима это та аудитория, к которой обращено пророчество. А почему после излияния святого духа люди начнут рыгать о пронзенном? Священное писание Нового Завета по-разному отвечает, как человек становится верующим. Но есть один отрывок в Новом Завете, в котором говорится о том, что никто не может назвать Иисуса Господом, если ему не будет даровано от Духа Святого. Можно изучить Новый Завет. Можно найти доказательства, что Бог есть. Можно подтвердить, что Иисус Христос был. Но это никак не изменит человеческую жизнь, если человек не получит святого духа. Поэтому, чтобы возрыдать о своих грехах, о том, что из-за моих грехов Сын Божий терпит страдания, что он пронзен, для этого нужна благодать святого духа. Поэтому здесь и говорится о том, что святой дух и зальется, а после излияния этого святого духа люди начнут рыдать о Сыне Божьем. Хорошо. Следующий отрывок достаточно понятен, и тут особо нет сложности объяснять. Хотя тоже можно поговорить и о седьмом стихе в тринадцатой главе. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Савов, порази пастырь, и рассеются овцы». Здесь Мессия сравнивается с пастухом. Это достаточно древнее сравнение, потому что еще в книге про Иеремию есть сравнение, что Мессия – это пастырь, а верующие – это овцы. Пастырь поражается, рассеиваются овцы. Этот отрывок упоминается в Новом Завете как пророчество о том, что Христос был взят под стражу, был мучен, распят, а ученики находились в страхе ради иудейского, и они просто прятались, были в рассеи. Следующий отрывок находится в 14 главе 6 по 7 стих. «И будет тот день, не станет света, светил удаляться, день этот будет единственным, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет». Этот стих можно прочитать как указание на страдание Христа, «А точнее, когда Христос будет страдать, на земле наступит тьма». О подобном говорил пророк Амос, который говорил, что наступит ночь посреди дня. Здесь то же самое. Наступит тьма, не будет света. Точнее будет такой ни день, ни ночь. Хорошо. И последняя пророчица, которую мы с вами разберем, находится в 14 главе 8 стихе. «И будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половины дней к морю восточным, половины к морю западному, зимой и летом так будет». Значит, что за живые воды? Нам достаточно привычно обилие воды. За редким исключением у нас у всех есть вода. Но в Палестине с водой проблемы. Воды мало. И часто бывает так, что люди для питья и для полива набирают воды в специальные резервуары. И они пьют эту воду в течение нескольких месяцев. Вода постепенно застаивается, вода постепенно портится, вода начинает вонять, в воде заучатся всякие паразиты. В общем, такую воду пить не очень-то приятно. Это вот вода из резервуаров. Большой удачей, большим счастьем для человека является наличие на его участке либо колодца, а еще лучше родника. Потому что в колодце тоже вода застаивается, а вот в роднике она всегда свежая, чистая. И так как она бежит, течет, то это живая вода. И вот идти, встретить источник с живой водой, это так приятно, так здорово. И вот этот образ живой воды, вот этой текущей воды, постепенно в Библии приобрел значение «живая вода», «божья благодать». Поэтому, когда здесь речь идет о живой воде, это не означает, что там какой-то фонтан забьет в Иерусалиме и потекут воды. Нет. Будет то, что из Иерусалима истечет благодать, благодать в виде проповеди Евангелия, и она пойдет к одному морю, к другому, то есть во все стороны света. И более того, это будет продолжаться круглый год, зимой и летом. Что действительно исполнилось, потому что слово Господня, Божья благодать, церковь вышла из Иерусалима. Мы с вами разобрали мессианские пророчества в книге пророка Захарии. Меня зовут Дмитрий Берч Тобыкин. Мы с вами были на библейском портале exeget.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok